всем привет с вами эдгар вы на канале мысли от эдгара сегодня будет установка os big sur только вышло я вот сегодня включил компьютер увидел у меня дома несколько маков мой моих детей также есть macbook и хочу сначала потестировать на могу macbook посмотреть что будет так что в этом видео будем устанавливать сюда смотреть если все нормально все работает то только после этого я буду ставить на свой mac pro потому что предыдущие разы когда я устанавливал другие с сталкивался периодически с проблемами например ту же каталину когда я ставил первая установочка у меня компьютер вообще глючил по полной программе не я не мог редактировать видео в качестве не работала у меня об с программа я думаю что проблема в компьютере и у меня попался на такой момент что я только купил этот ком а он почти миллион стоит и как раз вот эта каталина установили и в общем я даже этот компьютер отвез обратно писал заявление что он не работает рассматривали что-то в итоге ребята оказалось что дело не в компьютере а именно в с каталину установили она не состыковывалась с многими программами вот у меня например здесь есть фанал кат про есть оба с да ну и много там прок которыми я пользуюсь файнал кат это вообще основа и пола они вместе как бы работают но так это не работало где-то месяца два-три потом установили обновление я сделал все заработала теперь все работает прекрасно все отлично и вот сейчас вышло вот это новое у с она привлекает конечно здесь прописано какие новые фишки появится прямо совсем все по-другому будет это конечно притягивает вот туда же пишут что все по-новому все по плечу маг на новый уровень выходит визуальная эстетика новый дизайн в общем много-много чего прям так и хочется сразу нажать кнопку и установить маги в новом дизайне ну я думаю что это все будет в итоге работать хорошо но вот когда первый раз ставишь как бы не получилось так что блин все заглючила нафиг и пришлось потом ждать обновление месяца два-три так что я не хочу чтобы у меня так получилось я сначала наверное потестирую на моем макбуке макбуком пользуется у меня жена и но у нас есть еще другие майки так что ничего как бы страшного ей в принципе только выйти в интернет там в интернете какие-то действия поделать а так чтобы взаимодействие с какими-то программами ну прям таких нужд нету так что я вообще смахав сейчас перепрыгну на big sur я здесь даже каталину не устанавливал потому что мне когда глючил что-то я и забыл что у меня на макбуке вообще нету так здесь что мы видим маку из big sur 12 гигов весит можно нажать подробнее посмотреть что есть ну это опять-таки перекидывает на вот этот вот сайт на котором вот это все рассказывает там бла 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 все круто короче нажимаем обновить осталось около так только что четыре часа сейчас три часа но в общем 12 гигов по идее не так уж и долго должно скачиваться но а уже два часа пишут сейчас вот буквально тут пол минуточки ребята посмотрим насколько это быстро качает если прям слишком долго будет то я отключу видосик и потом включить позже ну пока 30 мегабайт ладно давайте мы наверное тормознем это видео и включимся когда это все дело скачается пока у меня ноутбук скачивает уэс у меня на компьютере на маке уже начинают происходить небольшие такие проблемки которые заставляют меня установить и на компьютере вот этот биксу и почему потому что final cut вот посмотрите вот final cut а ему поменяли автоматически свои значки обновились самостоятельно я вот во время редактирования сидел редактировал пойму в видео попытался поставить на вывод фильм и тут ничего не могу сделать какой-то глюк заловился думать что за фигня такая выключая ему запускаю значок снова и аймов уже обновленная в другом формате потому что сейчас например вот если сделать мы сейчас у меня экспортируется нажимаете экспорт другой вид появился чуть-чуть дизайн поменялось поменялся здесь и вот включая final cut тоже запускается включается апдейт автоматом хочешь ты этого не хочешь и вот это все дело сейчас будет конфликтовать с каталиной и вот постепенно все приложения начнут обновляться их конфликтовать с каталиной в итоге все приведет в любом случае к тому что я должен установить вот эту обнову и каждый раз будет вот все но как бы вот установите установите вам нужно это сделать вам нужно поставить вам нужно установить вот и вообще не можешь отмазаться от этого всего дела если вы работаете с каким-то там программами да то по-любому это придется делать постепенно начинает что-то глючить что-то подталкивать в общем без вариантов по ходу дела сейчас установлю там посмотрю но по ходу дела мне здесь нужно будет поставить чтобы все это работало потом я думаю сейчас iphone подключу и он тоже будет конфликтовать в общем чтобы все гаджеты работали между собой коннектились да это все нужно обновлять вариантов просто других нет но все у меня скачалась все это дело теперь нужно нажать обновить сейчас макуясь big sur продолжить принять принять так что она тут не хочет ничего показывать вроде нажал на выбранном томе недостаточно места для того чтобы операционную систему требуется дополнительно 15 гигов а у меня 250 гигов всего 19 гигов доступно сейчас нужно будет зачистить какая-то у меня там информация может быть жена перекачивалась телефона какие-то видосики сейчас уберу и попробую установить так все место я освободил то у меня некуда было вообще устанавливать здесь было забито все видосами ненужные видео я короче удалил или что-то скачал на такую флешку прикольно флешки 128 гигов можно подключать к айфону можно через юсби подключать где есть юсби и так у меня сейчас свободно есть 87 пока сколько смог сколько столько убрал и так погнали выбираем macintosh hd и поехали вводим сюда пароль соглашаемся еще примерно 15 минут тут нужно будет час подождать и продолжим так установка идет пишет что 28 минут сейчас 18 тыс 4 где-то минут пять уже идет в общем 18 30 начали сейчас засекем сколько времени будет устанавливаться все ребята все это дело обновилась только я не засек сколько у меня времени обновлялось потому что пришлось уехать по делам открываю ввожу пароль открывая у меня все подряд начинает вылазить компьютер такой в шоке говорит у тебя все вот эти программки которые установлены гилеты иди нахер обновляй все пока не обновили пока не обновить короче не ничего здесь не получится у тебя делать в общем одно нажимаешь вылетает окно нажимаешь вылетает окно но это не глюк это нормально потому что по каждой программке сейчас на данный момент big sir будет докапываться типа давай братан обновись и все такое сейчас нажал тут что нового в appstore аркад вылетает так а ему вот у меня тут значок видите аймов у меня на маке тоже аймов обновился автоматом но при этом здесь пока каталина стоит но обновилась автоматически даже меня не спросили просто вот взяли final cut про и аймов обновили говорит кто ты такой чтоб тебя вообще спрашивать обновляться или нет просто взяли и сделали это здесь хотя бы говорят ну дружище давай найди ты должен обновиться или или до свидания поэтому я нажимаю обновить аймов это все дело сейчас будет обновляться вот таким образом сейчас выглядит у нас раздел с аркадами вот здесь даже переходим неограниченный доступ бла-бла-бла в общем здесь игры и все такое творчество работа игры разработка категории и всякие обновления нажимаем пока пишет почему-то обновления нет при том что как раз таки обновления нужны также google chrome послал меня куда подальше говорит так google chrome что чё говорит в знак вопроса короче google chrome вообще в шоке он такой так я работал было все нормально и тут херакс блин и какой-то биксюр чтобы это значило потом вылетает у меня браузер открывается где мне показывается опять это все дело и типа обновить и все такое так давайте закроем и еще одно окошечко вылетело с google chrome уведомлением по ходу дела мне товарища гугла нужно будет тоже обновить тут много чего нужно будет обновить потому что сейчас много чего начнет подтормаживать и так все это дело я установил теперь у меня биксюр установлен все нормально что тут есть интересного вот тут вижу еще какие-то значки вот этого я не лаунч под лаунч под клоунч под какой-то разноцветные такого раньше не было и кстати вот загрузочка идет здесь показывать сразу что подкачка вот программы происходит так ну вообще красиво я не знаю но мне нравится в целом нормально значки вот давайте наверно на лаунч под на компьютере на моем маке посмотрите вот таким образом выглядит лаунч под здесь выглядит вот таким образом ну я не знаю может быть это на маке именно так и на макбуке разница но на майке у меня конечно пока каталина стоит так что это все нужно учесть здесь все каталина вот можете просто вот посмотреть есть ли какая разница допустим значки значок сафари вот сафари у нас квадратный здесь сафари круглая а но тут в принципе по ходу дела все в квадратность ушло что ли да что тут у нас есть по фоткам вот фото видите квадратное стало а здесь у нас круглая прям оригинально все очень оригинально от круга квадрата квадрата кругу короче они то так то и сяк ну ну красиво как бы но знаете я не могу сказать что прям тут все плохо здесь все прям так хорошо что я меня прям тошнит от предыдущей версии мне здесь нормально в принципе и здесь неплохо возможно здесь более как-то стильно воздушно они попытались сделать но в принципе очень похоже получается так давайте посмотрим что тут изменилось такие основные вещи которые были заявлены да вот эти боковые значки все такое открываем формат виджетов ровно то же самое что на айфоне вот последняя и 14 и там появились вот эти виде ты которую можно вот так вот брать вот передвигать с места на место если мы передвинуть сможем еще вот так до передвигается это все дело тут нажимаем изменить открывается окно и и закрывается весь вот этот вот экран и тут мы можем с этой стороны минусом убрать какой-либо виджет а с этой стороны например мы тут поисковая система по виджетам если их будет много но что-то я не знаю виджеты самому можно ставить или они здесь по умолчанию ставятся ну допустим раздел фотография выбираем фотку появляется виджет и как на айфоне можно здесь увеличивать уменьшать единственный момент здесь я не совсем понял вот щелкнули сразу сюда перекидывается как сделать так что вот это фоточка и в какое-нибудь местечко щелкаем убираем и теперь при открытии здесь появляется у нас вот этот виджет при нажатии попадаем в раздел фото окно где есть вот то что вы видите сейчас по этому списку ну допустим там попадаем фотографии и в этих фотографиях можно теперь потестить что тут такое добавилось ну допустим открываем фото моей супруги вот я если честно фотографии не редактировал в разделе фото и может быть что-то тут добавилось может быть что-то было не знаю но просто покажу что сейчас есть тут можно увеличивать уменьшать тут можно нажать и насколько я понял это автоматическая ретушь происходит есть редактировать тут коррекция фильтры обрезка есть свет вот всякие ретушь четкость снижение шумов и так далее ну допустим фильтр открываем и смотрим какие фильтра но вот яркие например вот ну прикольно кстати нормально вот хорошие я не пользовался этим но сейчас я не знаю мне нравится нормально это как в инстаграме вот эти фильтры можем выставлять ну допустим вот выбрал какую-то какой-то эффект нажал готова и в принципе фотография готова можно ее использовать это у нас фотками такая штука вот момент только такой смотрите я поставил виджет с фотками а здесь почему-то мне показывают вот эту газетенку возможно ну вот эта газетенка почему именно эта фотография вылезла как основная ее как-то можно назначать так добавить в избранные воспоминания удалить одно предлагать похоже воспоминания реже так я даже не знаю что почему это так может быть здесь лучшее за месяц туда устанавливается удалить воспоминания так и давайте откроем да это по ходу дела раздел воспоминания и здесь вот этот виджет начинает показывать это так что если что вы вот знаете потому что но открываешь хочется все-таки здесь может какую-то заставочку они какой-то там непонятный хлам фото неожиданно завершила работу нажмите открыть ладно это мне не нужно понятно молодец то что завершила здесь можно передвигать но видите вот все таки если до конца не доводите передвижение все слетает но вот не не добивает очень сложно поставить виджет на какой-либо вот ну наверх например вот надо прям доводить все как будто не совсем все работает как нужно так ну и в принципе все выбираете виджет устанавливаете закидываете меняете там местами ну например тут у нас что по времени да почему такого темная например я бы хотел чтобы было светлое заметки погода здесь смотрите это дело у меня вот так вот выстроена часы калькулятор проигрыватель погода и так далее допустим здесь где калькулятор калькулятор но я не вижу кстати здесь калькулятора давайте попробуем поставить изменить и напишем так календарь выходит каль почему не выходит получается его нету ну да я не вижу здесь калькулятора ну вот смотрите вот я сейчас не могу найти калькулятор вот где он скажите мне пожалуйста вот акции заметки календарь так далее калькулятора здесь вот не видать можно вот так вот полистать до конца вот все виджеты которые на данный момент здесь есть часы и все такое калькулятор я не нашел ввожу в поиске вот здесь нет то ли он здесь не существует то ли в эти виджеты нужно откуда-то как-то то что-то добавлять это мы должны выяснить но фишка компания apple в том что я не должен где-то что-то блин выяснять вот здесь например вот до этого вот каталина нажимаем изменить и здесь есть вот этот весь список тоже убрал поставил убрал поставил в принципе все просто понятно и мы меня устраивает очень устраивает вот прозрачность вот это красиво все нормально это на каталине здесь же может быть сейчас режим какой-то ночной стоит потому что вот это темного цвета я вот воздушности здесь например вообще не вижу и например может быть нужно зайти где-то в настройках и пока пошиться например там темное светло времени суток что-то типа такого так ну мы плавненько еще переходим в системные настройки теперь системные настройки выглядят вот таким образом здесь есть раздел какой-то уведомлений тут можно с этими уведомлениями поиграться нужно будет все-таки мне этот калькулятор найти так основные рабочий стол в принципе все так же давайте здесь откроем чтобы сравнить здесь выглядит все таким вот образом в общем то в общем то все очень похоже сеть вот значок например сети был такой время вот был вот такой более темного цвета сейчас значок сети стал более такого яркого цвета вот эти значки квадратные там круглые были часы часы были экранное время видите в синем кругу здесь часы уже стали якобы прозрачные вот они все остальное домик тоже поменялся чуть-чуть вот по-другому стал как будто это какой-то банковский сейф в принципе такой же домик только на нем вот здесь сверху посмотрите добавили крутилочку сделали прорезь вот тут наверху как в скворечнике и у как печки белого цвета это кто вообще сидел эту херню занимался вот вот смотрите разница здесь защита от безопасности видите нету вот этих а кто-то прям посидел и типа доработал это все ну блин приколистые ну зачем вот уведомление здесь выглядит вот таким образом здесь уведомление сделали типа звоночек потом звук поменяли значок звука здесь звук у нас вот таким образом типа вылетает вот здесь так что там у нас еще поменяли общий доступ допустим вот общий доступ и здесь посмотрим общий доступ вот тут общий доступ даже намного красивее потом есть здесь у нас аккумулятор показывает но это аккумулятор то что это macbook по ходу дела так чего тут еще такое клавиатура все остальное в принципе так же осталось ну в общем то ребята здесь по дизайну ничего такого прям не добавили допустим вот семейный доступ значок вот такой стал здесь начал был чуть другое ну это такой знаете это херня какая то детский сад если честно поменяли как будто я вот сидел и всегда обращал внимание что тут на домике что-то есть что-то нету не очень плевать главное что защиты безопасности я зашел там что то делал сделал но просто они там заявляют типа воздушность стиль эстетика и все такое блин но здесь чё прям не воздушность что ли из кирпичей все сделано а здесь прям нанотехнология такая же фигня блин в принципе ничем не отличается так давайте дальше что у нас лаунчпад получается это мы посмотрели фотографии у нас выглядят вот таким образом работают так где у нас вот google chrome есть тут еще у нас какой-то другой google chrome почему не работает чуть непонятно давайте мы его вообще уберем нафиг так chrome у нас работает вроде бы как чем-нибудь наберем так что происходит давай набирать что-нибудь работает вроде как работает что у нас тут еще важного есть так по вот этим значкам щелкаем это у нас аккумулятор это вай фай показывает таким образом поиск потом добавилась еще такая вот штука здесь она вот таким образом выглядит сейчас нет ни накопителей или и вообще нет этой штуки в общем добавилась вот такая вещь где показывается вай фай дисплей можно регулировать яркость допустим мы заходим сюда и здесь можно вот так вот плавненько регулировать подсветочку звук можно отрегулировать и также можно регулировать яркость клавиш но прикол в том что регулировка дисплея есть отсюда вот с кнопочки я вот и нажимаю тут можно регулировать регулировка звука здесь тоже есть вот она дублируется туда регулировку клавиш никогда в жизни не делал я не знаю что ее регулировать я думаю тоже здесь вот где-нибудь вот регулировка вот клавиш тоже существует разница только знаете вот в чем вообще быстрее конечно склавы сделать но здесь более плавный ход такой более точная регулировка тут конечно вопрос кому это вообще надо ну я так предполагаю если вы в такой ситуации что вы сидите где-то и кому-то мешаете и вам нужно прям точно вот пойму ли метрам вычислить яркость экрана чтобы не мешало людям и вам было видно и какая-то подсветочка там присутствует другая в общем прям чтобы тютелечка в тютелечку прям знаете вот 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 так вот нормально но вот клавиатуры вот это сделать да вот отсюда вода вот нажимая тут такими резкими скачками идет хоп-хоп-хоп и заловить вот прям такой вот прям моментик я думаю что не получится но это блин из 100 человек один будет вот заморачиваться кому это надо в целом ну так себешная фигня потом есть музычка если мы нажимаем музыку оттуда можно регулировать видите открывается окошечко где наверно звук в музыке добро пожаловать в apple music начать прослушивание выглядит таким образом тоже если честно не пользовался никогда вот этой музыкой здесь ну я не знаю я слушаю музыку вконтакте напишите где вы слушаете музыку так вот тут даже предлагают видео час один месяц бесплатно потом 169 рублей игры аркады 199 рублей в месяц и так если за музыку 169 за аркады отдать это уже вам пожалуйста 369 там до 68 и там зачета тут зачета короче не сейчас вот ну такая вот заставочка есть здесь можно там всякие обзоры радио мадио вся эта фигня ну кто-то конечно все это фигней пользуется там что-то слушает скачивает возможно я буду когда-то слушать приду к этому на данный момент это меня не очень сильно интересует так ребята что тут можно еще потестить я вот если честно даже не знаю заметки например сказали что в заметках добавили какие-то новшества найдите нужную заметку делаем добавить так заметочки заметочки делаем какую-нибудь заметку делаем вот так добавляем сюда фоточку в общем можно здесь всякие фишки применять тексты фотки куда-то что-то отправлять открываем раздел фото если откроется конечно нажимаем вот открывается какая-то штука которая думает очень долго мы выбираем например эту фотографию окей и все очень долго что-то делается непонятно короче ну его нахер я этим не пользовался никогда поэтому и сейчас нервничаю когда это делаю потому что мне это нафиг не сдалось тут очень много всяких фишек есть которые я вообще знаете не понимаю кто этим пользуются много еще они знаете прям акцент ставят на такие там составить какой-нибудь вот сейчас покажу даже здесь есть эти штуки даже найти их не могу потому что никогда ими не пользовался ты короче ну и хрен бы с ними составлять какие-то графики презентация вот раздел утилиты вот вот это утилита словари а вот он калькулятор куда спрятался дружище так мы идем сюда как мы должны попасть может быть если его мы перекинули то сейчас можно калькулятор добавить так нет все равно не вижу калькулятор дружище калькулятор как же мне может сюда надо поставить его вот этот раздел ну-ка давай идем сюда так сейчас будем найдем все таки вариант нет не попасть открываем калькулятор в общем они этот калькулятор куда-то спрятали то ли я что-то тут не понимаю то ли что вообще происходит почему они это же важно очень вещь постоянно что-то считаешь блин они взяли его просто убрали фиг знает куда тут чуть-чуть дизайн поменялся здесь калькулятор выглядит вот таким образом вот они это похоже просто здесь он прозрачные здесь более темные но почему-то его запрятали и в бог я его поставить могу не знаю короче как это сделать так finder у нас finder я не помню показывал вам или нет тут есть у нас аэродро можно с айфона перекидывать разные данные хорошая штукенца я им не пользовался но последнее время мне показали оказывается есть такая приколюха можно воспользоваться кто не знает это в хорошем качестве достаточно быстро с одного устройства на другое можно передать фоточки видео вот так здесь раздел у нас проги вот тут есть какая-то просмотр что-то значок поменялся для меня это как-то просто допустим открываем посмотреть фотку да таким образом выглядит вот так здесь мы можем крутить вертеть фотографии это уже все было увеличивать уменьшать миниатюрки делать в общем все так же принципе все так же блин в чем грандиозность то заключается вот скажите вот аймов у меня обновился запускается здесь кстати аймов тоже у меня автоматом как я сказал обновился и установился так давайте big sur что тут добавилось ну вот что сообщение ватсап просто не знаю сходу не совсем понятно здесь видите прозрачные вот эти штуки надо будет пока пашется посмотреть как сделать чтобы это все дело было прозрачным а сафари давайте все таки мы это сафари откроем приложение ему запрашивает доступ разрешить ко всем фотографиям ok и найдем наше сафари так сейчас у меня аймов чик тут запускается все запустилась тут тоже дизайн поменялся более такие прямые углы стали до этого все было кругленькая сейчас стало квадратненькая вот вот это основная движуха этого big sur давайте блин вот непривычно да вот этот launchpad когда смотришь launchpad где у нас сафари давайте потестим сафари просмотр веб страниц сафари так сделать сафари браузом по умолчанию нафиг надо пока я еще не знаю что у вас тут такого чтобы я вас по умолчанию устанавливал но сходу тут уже видно что все тоже в стиле виджетов по ходу да вот смотрите тут открывается всякие избранные разделы часто посещаемые предложение siri это вот тоже умная фишка короче я так понял они взяли сделали что на ios до 14 вот все что есть на телефоне все вот это движуха с виджетами то что вы можете их передвигать устанавливать умные поиск предлагает вам приложение собираются в кучу и так далее они все это дело на телефон сделали потом замутили сюда сбоку и это все еще запихали в сафари сафари превращается в такой что-то типа айфона дублируют все фишки айфона но все равно не совсем все понятненько так это у нас закладки сбоку идут допустим мы что-то ищем здесь поисковики сразу выскакивают то что я могу в google яндекс или где-либо посмотреть например если в яндекс так например big big sur вот так сделаем найдет он самого себя также заявлено что сафари максимально быстро делает свое дело там движуха всякая своя какая-то вот здесь мне знаете что не нравится вот переключение по вкладкам вот например если я здесь работаю вот я делаю новую вкладочку вот очень все понятно в google chrome вот вкладка вот другая вкладка вот все вкладки если мне не нужна вкладка ее просто убираю добавляю местами вот перетаскиваю меняю здесь у меня есть панель в которой я делаю все что мне нужно папочки отдельно конкретно сразу какие-то странички все просто понятно привычно сделано здесь поисковик и так далее здесь же в сафари не знаю вот сегодня я там видос выпускал мне говорят что ты там говоришь что ты против сафари говоришь ну блин смотрите что тут прикольного вот на пол страницы вкладочка идет да а вторая часть вообще хер пойми тут четко понятно что вот эти места заполнены вот это свободно и здесь плюсик нажимаешь открывается новая вкладка здесь когда смотришь на это все дело непонятно вот эта вкладка или это просто писанина какая-то наводим на эту писанину нажимаем на нее вот щелкаю а это ни хера ничего не значит это просто пустота которая вот просто сбивает с толку вкладка вот она и мне чтобы здесь открыть вкладку нужно здесь нажимать плюсик открывается и опять вас толку сбивает где именно страничка вот здесь что-то открыто или не открыто здесь что ну и вот получается какая-то шняга шняжная жизнь общажная кому-то нравится сафари кому не знаю вообще не знаю мне бесит или я возненавидел сафари когда-то и не могу никак успокоиться но даже сейчас меня бесит охота прям врезать этому сафари разработчику какой-то ублюдок разрабатывал это все дело кому-то прикиньте это нравится ну как это тебе может вообще нравится вот как братан как это же блин какая-то херня непонятная хорошо же когда приходишь там сбербанк блин четкая очередь пошел взял талончик четко зашел там все или вот эта дебильная херня непонятно кто куда стоит кто за кем что бардак какой-то вот этот бардак это сафари а все остальные почему-то все остальные поисковые системы работают в понятном формате сафари выпендрились и сделали что-то там свое непонятно супер мега технологическая которая нихера непонятно как работает особенно я как блогер вот с ютубом там все дела блин такая заморочка здесь не знаю может быть когда-то я скажу конечно что здесь что-то прикольно но на сегодняшний день в жопу даже сейчас даже с их новой движухой вот нажимаешь что-то блин даже разбираться в этом все мне охота ну его нахер вот так если ты там прям тащишься по сафари то ты псих по ходу дела как можно по этой херне тащиться так лаунчпад что тут нового появилось ну блин я не знаю что даже вам рассказывать потому что нечего тут рассказывать тут вот сафари они говорят типа круто все дела тут у типа сафари умогет все они все красавчики что тут у нас все остальное брехня короче так 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 а ну то что сообщение можно где-то что-то посылать но сообщение где это нужно устанавливать что-то с телефоном фейстайм и все такое здесь я в телефон в компьютере этим не пользуюсь не знаю я если нужно конечно открываю в этот ватсап но у них походу да это на фейстайм рассчитано не знаю кто фейстаймом пользуется напишите я не пользуюсь нифига но вот кто-то пользуется там какие-то виджеты там выбирают прям сидят и ерундой занимаются карты так сказали что здесь есть какие-то крутые навороченные карты 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 где вы где вы как вообще выглядят эти карты но в общем где-то есть карты которыми я тоже не пользуюсь вот напишите реально кто пользуется картами если мне что-то и нужно я просто захожу там в гугл да и нахожу или у меня на телефоне это все есть чтобы здесь на компе или ноутбуке там карты какие-то открывать не знаю отчет это не моя тема так апстор личные данные в обзор что-то безопасности в принципе все в общем то в общем то все ребята на этом вот основная движуха вот она карты сделали которые нахрен не нужны можно любую карту вон яндекса открытие добавили вот эти эмоджи тоже детский сад но может кто-то пользуется сафари улучшили в жопу этот сафари вот эти виджеты сбоку добавили я не знаю ну чё это есть чё нету но я не могу сказать что это прям ох да ну нихрена себе вот это разработку вот это поставили что вот это да я же это вообще не открываю я вот эту боковую штуку открываю только тогда когда мне нужно посчитать сколько мне нужно денег кому-то отдать или чтобы мне заплатили что-то посчитать вот калькулятор и они взяли и убрали отсюда вот калькулятор блин вот просто нету здесь калькулятора не знаю я не могу его найти или чё вообще с ним или нужно где-то заходить в настройках копошиться чтобы здесь калькулятор главное я здесь тем чем вообще из этого всего пользуюсь калькулятором его здесь нет зато здесь есть всякие там акции и все такое кто вообще этими акциями здесь пользуется вот скажите мне кто-нибудь из вас пользуется этим вот тикер если честно даже не знаю что это сейчас просматривайте котировки изменения цены акций в течение дня прям вот для россиян это прям да все прям акциями закупаются может быть для американцев конечно они с детства блин надрессированы на это потом список какой-то просматривайте котировки изменения цен акций из своего списка в течение дня да так конечно сейчас будем отслеживать котировочки все дела открываем добро пожаловать в раздел акции продолжим так ребята смотрите доу джоу теперь вот такая вот цена ух ты же обалдеть я просто охреневаю что происходит на рынке акций знаете почему я охреневаю потому что я ни разу сюда не заходил вот первый раз сюда попал вот только вот первый раз открываю оказывается здесь есть такая хрень вот ну и на этом наверно мы и закроем это все дело может быть из тысячи человек в россии пол человека пользуются вот этими вот вещами это только чтобы не знаю выпендриться а так чего с этим делать в целом ребята ничего такого грандиозного не поменялось вот эти значки из круга лишь к на квадратик где-то чё-то как-то но чтобы прям была такая фигня что знаете вот ай-яй-яй как все круто как столько всего поменяли я прям в афиге в шоке от того что все поменялось я такую штуку заметил что iphone 12 вышел ни хрена там ничего не вышло просто взяли iphone 4 переделали в iphone 12 такая же блин херня все что они там придумали эти виджеты чего-то ничего нового просто вот ну ничего такого что можно чему-то там удивиться удивляю только какими-то эмоджи добавили кругляшок квадратик ну такой ну бред просто ну бред это столько разрабатывать вот это эту платформу чтобы сказать что мы переходим с квадратиков на кругляшке блин это новые технологии блин ну вот я сижу и нихера ничему не удивляю здесь вообще просто ладно бы знаете вот просто они сделали вот этот биксюр с каталины переходим и молча ну вот выходит там кое-какие изменения бла-бла-бла типа просто ребята небольшие обновления вот так бы рассказали я бы сказал ладно ну ничего страшного все нормально нет они же там блин весной аж орут про то что выйдет новый уэс это будет мега шикарно даже если мы почитаем здесь посмотрите как они это все предоставляют что просто можно обалдеть еще найдутся же такие чуваки которые это все будут вот прям так и будут знаете перечислять все по-новому все по плечу mac os big sur поднимает mac на новый уровень производительность визуальная эстетика оцените эффектный дизайн который делает работу на mac еще удобнее эффектный дизайн который делает на mac работу удобнее а вот тот дизайн который был он значит мешал мне работать да что эффектный кругляшок на квадратик поменяли и резко все стало намного быстрее отдайте должность самому масштабному вот смотрите вот самому масштабному обновлению сафари и я просто охреневаю самое масштабное обновление просто айос 14 поставили в сафари превратили все в одно и то же и типа это прикольно вообще-то знаете я чего как кайфовал то что в телефоне 1 обнова вот просто вот сам процесс обновления когда что-то новенькое даже как бы не важно что в итоге там будет но вот этот процесс он кайфуешь от этого это когда распаковка чего-то нового а здесь просто открываешь тут на телефоне 1 обнова на маке другая движуха идет тут чуть другая система теперь они сделали на всех гаджетах систему виджетов очень похожих на какой-то детский сад типа сделай больше меньше к штучку дрючку но при этом это предоставляют как типа масштабное обновление сафари так айос 14 уже было какое масштабное обновление сафари в чем там обновление типом быстрее работает и все такое блин так это не видно оно и так работает достаточно быстро куда там еще быстрее все попробуйте новой функции карт и сообщений кто этими картами пользуются и кому нахрен нужны эти сообщения и узнаете еще больше способно способов защиты личных данных и что мне нужно знать о защите личных данных мне значит что нужно пойти пройти курсы тестировщиков всяких программистов да такой внедриться во всю эту херню чтобы понять насколько они защищают личные данные потом читаешь личные данные мы улучшили защиту и ничего не пишут все ты просто должен это знать на честное слово и все больше узнаете о способах защиты личных данных что это мне должно дать что я должен узнать ну понятно я согласен что здесь очень хорошо все защищено с вирусами глюков не было никогда сегодня ништяк но чтобы мне это изучать не зачем я блин за этот комп дал лям за эту херню отдал 130 тысяч и буду сейчас сидеть и делать работу блин этих работников apple да делать мне больше нехер может быть еще скажут чтоб я пришел и разрабатывал вот эти вот по пластиковые штуки да вот кнопочки собирал может быть мне прийти все это сделать и заплатить и уйти мне значит нужно давать добро чтобы вот ты тест уходил им туда за счет меня они хотят все тестировать потом я должен знать внедряться в эти способы защиты на херме это вообще надо я потребитель я заработал денег заплатил налоги блин плачу вам за эту херню 10 раз дороже пластиковый кусок продаете блин и все дайте мне то что ну что это может сделать в интернете посидеть поиграть что это такое блин нафиг не внедряться во всю эту шнягу ну так ну в принципе ребята здесь все самое главное что мы должны с вами выяснить что это все работает вот пока что пока что я глюков вот пока здесь тыкал что-то делал не наблюдал чтобы что-то заглючила что-то произошло давайте попробуем сейчас мы аймак выключить потому что один из моих зрителей написал что когда выключается комп типа какие-то звуки появляются что-то типа происходит сейчас послушаем так на макбуке звуков не наблюдаю нету ничего такого давайте включим посмотрим скорость включения а вот этот звук всегда был яблочко тоже всегда было значок тоже всегда был вводим пароль загрузочка единственное вот это первое там два три раза загрузки после обновы чуть-чуть бывает долго загружает потому что устанавливались обновления на всякие разные приложения и это все должно установиться несколько раз вот так вот устанавливаете но включаете выключаете и потом быстрее все это дело происходит но вот это первое включение выключения было так звуков я не наблюдаю на макбуке каких-то звуков глюков все что я поставил на месте работает отсюда же можно например сразу вот так хоп-хоп и перейти например в фоточки раздел или можно здесь но чтобы не дублировать можно куда-то это установить и пользоваться в принципе все работоспособно работает 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 так chrome запускаем и с браузерами вообще когда вы только что-то устанавливаете по обнове имею ввиду потом все приложения первые моменты будут запускаться чуть дольше потом это все запоминается стык состыковывается и все уже начинает функционировать так ну вроде все единственное я бы хотел еще конечно убес но тут что-то у меня убеса нету потестить ну вроде ничего страшного здесь нет поэтому я все таки наверное сейчас поставлю обновлять свой аймак и посмотрим на маке у меня намного больше всяких систем установленных ну потому что я пользуюсь также у меня звуковая карта конденсаторные как его блин микрофон и так далее всякие штуки там стоят это все должно состыковаться и работать посмотрим что там выйдет ну и можете конечно написать что я такой нудный долго все рассказываю блин какого хрена мне это не рассказывает блин мне что нужно сделать я тут видос заснял рассказываю что прям как есть я купил пошел у меня такие проблемы возникли и все такое люди смотрят понимающие понимая что это нормальная информация а вот шпана всякая заходят и привыкли знаете как смотреть видосы у них должны такой стиль они понимают что никогда в жизни этот мак не купит вот этот мак стоит 1 миллион и они это не купят и даже не понимают как это все дело работает что может не работать что важно послушать для них должно быть так о обновление включить там должно быть 5-10 минут а то у них мозг взорвется если вдруг вот такое длинное видео то у современных детей просто взрыв мозга происходит для них нужно ролик такой типа трах бах бум а что-нибудь такое о обновление все круто сафари все хорошо супер покупаю иди беги все ништяк всем пока лайки подписка увидимся ну короче не такой ощущение что молодежь просто того маленько съехали как будто из психушки какие-то и вот такие люди комментируют именно так что ты чё так долго ты чё так нудно ты вообще о чем колхоз почему так долго почему так мало вы чё там блин все ку-ку что ли что с вами происходит ребята информация должна быть вот я вам говорю что есть вот мой грёбаный макбук про вот он я на эту херню сейчас поставил этот блин новую платформу и смотрю чтобы работала это все чтобы работала а то поставишь сюда блин вся грёбаная работа останавливается из-за того что это все сырое и нифига не работает но вот в этот раз я решил сделать так сначала поставлю сюда вот я поставил работает пока что глюков таких явных не наблюдается все загружается отключается включается все нормально все все ништяк теперь буду ставить вот сюда следующий ролик можете посмотреть как я на мак буду устанавливать и посмотрим будет ли там все работать все ну а теперь ставим лайки можете дизлайки херачить вот насколько вы тупые значит дизлайки будете ставить если нормальные люди вот они лайки ставят ну ничего не поделать все всем пока